всем привет в эфире александр текас чили официальное блюдо штата текас и сегодня расскажу про основу приготовления этого прекрасного блюда с поправками как я готовил его на 34 мили на south canyon grand canyon колорадо ривы сегодня мы остаемся здесь раскладываем рафты готовим хозяйство а завтра двигаемся в путь уходим в центр в язык и дальше на скорости обалденно и так что у нас по компонентам я сегодня готовлю чили как я люблю то есть без экономии я расскажу как я готовил на 34 мили и скажу что я здесь делаю по-другому во первых мясо не во первых пиво вот таких две бутылки нужно залить в себя это обязательное условие чтобы раскрылись чакры и вкусовые рецепторы я не нашел такой же ай пи и вкусный классный как мы пили на гранд каньоне но вот у нас local такой хороший продается воду рейджер на заправке я поставил новые две уже во мне так же нормально все так по мясу мясо было 5 фунтов соотношением 70 к 30 30 процентов жира 70 процентов фарша постной говядины у меня здесь 88 12 поэтому я сначала зажарю бекончика потом чесночина у нас было полторы головки где-то так ну было две маленькие такие небольшие головки одна полу сгнившая здесь наверное раз в пять больше люблю чеснок лука лука тоже где-то раз пять больше у нас была одна такая нормальная головки и одна чуть побольше сладких перцев не было вообще было какое-то овощное масло это чисто для поджарки лука и чеснока у меня сегодня авокадо ойл была соль морковки по моему тоже не было под морковкой там у меня еще салат летук парочку стеблей было он дает хороший аромат и чеснока с петрушкой тоже не было значит бобы здесь в каждой банке двойная порция бобов может даже чуть побольше то есть там было две банки черных две банки белых и две банки рубленых томатов но здесь вот примерно столько же оно и есть чили паудр то есть порошок на молотой чили другого ничего не использовали только соль и чили ну и сегодня не буду хотя можно было бы ну сыра конечно тоже было раза в три поменьше я люблю использовать трипл чеддер и смесь мексиканских сыров там разные острые ну и конечно большая пачка чипсов тортия я люблю именно так люблю макать и зачерпывать чили вот этими чипсами до ну или прикуску иногда их добавляют прям сразу в котелок ну и мяско у меня тут немножко побольше с одной стороны с другой стороны компонентов в общем у меня тоже больше чем было тогда поэтому пропорции будут примерно те же самые думаю получится офигенно я заморожу возьму с собой котелок у меня также 16 дюймовый но гораздо с более высокими стенками другой бренд по ощущениям от кабелос он немножко не крышка такая прям серьезная вот стенки боковые немножко тоньше но это неважно собственно говоря он такой же 16 дюймовый но выше что в плюс я думаю все поместится без проблем там я готовил на песке сначала так вот нормально нажарил углей потом бах им сюда дача вон выравниваем пепел попал вот пепел это специя тоже классно и жду когда прогреется потом бахаю масло и зажарку делаю из лука потом чесночок чуть-чуть подрумяю него и сразу фарш значит когда котелок нагрелся котелок нагрелся и почти ровно стоит можно туда бахнуть масло бекона которого не был в оригинальном рецепте но сейчас он будет и обжарить лук до легкой легкой золотистости чтобы он не пережарился я тут прибегаю к некоторым чит кодом так как лука у меня в несколько раз больше и чеснока люблю я лук и вот так бахну туда еще веточек и ветродуем сделал побольше огонь чтобы это все поскорее готовилось в оригинале было гораздо меньше лука и термоемкости котелка и песка под котелком горит палка хватило на то чтобы сразу обжарить лук и чеснок и мясо сейчас в данном случае не хватает в луке очень много воды но от лук слегка буквально обжарился я бахаю туда чеснок чеснок я нарезал довольно крупно но продольно то есть тонко я его не строгал в труху жарится он будет гораздо меньше но пригаринки вот небольшие должны быть когда я добавлю мясо хотя уже встает вопрос добавлять ли мясо суда потому что вкус чили он вот от этих пригаринок которые обжариваются в котелке а тут уже как бы место нет то есть тот раз я добавлял мясо и там буквально луковинки небольшие были в этом фарше а сейчас здесь лук занимает всю нижнюю поверхность но люблю я так скорее всего я уберу лук до доведу вода карамелизации потом закину мясо и обжарю его тоже и в чем прикол фарш получается на нем получается много пригаринок как если бы например жарить большими кусками площадь соприкосновения гораздо меньше поэтому скорее всего я этот лук сейчас доведу до карамелизации удалю и отдельно обжарю мясо потом добавлю уже все остальное потушу вместе там все равно все вкусы смешаются конечно же лук когда начал карамелизироваться он сильно уменьшился в объеме и я решил раз уж я туда бахнул бекон то надо и мясо тоже пожарить с луком обязательно каждый рецепт чили приготовленный на костре отличается от предыдущего по компонентам по условиям всегда разные угли разное дерево использованное вот у меня например рядом с домом есть возможность задуть блоуэром кинуть маленьких веточек поднять температуру сейчас задача разбить этот фарш раздолбить его и обжарить каждую маленький кусочек мяса чтобы на нем получилось вот это вот зажарка которая даст вкус всему чили это будет офигенно ну вот я разбил этот огромный кусок наверное три килограмма говядины и явно вот этот стал тише и слабее это значит не хватает жара не хватает термоемкости очага и самого котелка вот этой датской жаровни поэтому очень хорошо покупать хорошую датскую жаровню например ладжи это самая лучшая производится в теннесси как я сегодня говорил я заметил что она у нее стенки более толстые чем у этой это бренд кабелос это где я покупал котелок магазин называется кабелос и явно у него стенки потоньше хотя крышка сама толще возможно дно тоже толстый но котелок ну мне кажется более легким сейчас я буду использовать ветродуй чтобы поднять температуру но в идеале конечно использовать хороший толстостенный чугун или очаг из камней то есть разводить костер на песке или на камнях чтобы не происходило этого чтобы температура так сильно не падала из-за того что забрасываешь продукты и все хорошо так классно красиво обжаривалась блин слюнями захлебнусь а вот это уже серьезный то то мне уже нравится красота на данном этапе фарш уже полностью готов у меня все-таки сейчас не получилось его сделать коричневым как говорят американцы brown meat чтобы были прямо ну хорошие такие пригаринки все-таки наверное тревога моя не дает мне подержать его достаточно долго ну игрок с огнем все дела но в идеале должны быть при жаренки такие на каждой фаршинке но все равно будет классно я обещаю на данный момент я мог бы уже высыпать туда бабы помидоры добавить чили и соль причем бабы не сливая обычно я добавляю бабы сливая потом заливаю некоторое количество бульона например говяжьего бульона и все это дело выпариваю помешивая туша пока не достигнет нужной консистенции чтобы можно было брать чипсинками и кушать ну наверное сейчас я все это удалю и обжарю отдельно овощи это будут перцы салат летук что-то там еще а морковь морковь будет целый большой огромный 16-дюймовый котелок чили наверное пойду делиться с соседями я переложил фарш в отдельную емкость вот все ингредиенты стоят на улице если попадают мухи это дополнительный белок хорошо запалил еще немножко сучков у меня нет сегодня хороших толстых полешек чтобы наделать угли поэтому топлю маленькими веточками так вот постоянно подогреваю сейчас бахну сладких перцев морковь и салата летука не знаю склоняется нет салат летук бахну вот можно было бы это не поджаривать но если поджарить будет больше вкуса мне так больше нравится поэтому будет вот еще одна закладочка и потом просто не сливая ничего с банок залью все это добавлю огня перемешаю все это потушится бахну чили чили порошок сольки пивчанского может быть можно такие выбором полстаканчика можно бурбона кому что нравится и потом все это можно уже кушать через каких-то полчаса час морковь слегка подрумянилась в остатках жира с мяса и бекона я туда бахнул немножко масла и сейчас добавляю сладких перцев разноцветных желтый красный оранжевый какая красота сейчас я это все обжарю в идеале перчики должны оставаться хрустящими и сочными внутри я так понял что жара нифига не хватает был такой слабенький слабенький я вот таким еще меленьких веточек и сейчас вот она разгорится я кину обратно котелок обжарю перчики и тут же буду туда наваливать мясо и всяких остальных баночных культур ну типа бобов томатов и все такое вот этот который надо слышать это уже бодрячком черные крошки в перце это пепел ну или зола или сажа от сгоревших дров это очень классно это еще одна приправа или специя как будет угодно вот такой бодренький должен быть не признаю я этих угольных брикетов хрен их с собой в поход куда возьмешь и все такое надо учиться на на слух определять да важно учиться соблюдать не только температурный режим но и градус восприятия вот меня сейчас 5 ай пей пошел и я продолжаю получать удовольствие от процесса что немаловажно закинул фаршик перчиком вон там сразу пошел жир сейчас он так все еще подрумянится и уже тогда буду бахать консервы туда все-таки получилось у меня задать хорошую температуру для перчиков я закинул мясо теплоемкости хватило чтобы добиться еще больше при жареных вот теперь можно закидывать все остальное мясо такое хорошее подрумяниное аромат стоит как от офигенных котлет и рагу вместе взятых просто бомбезно рыжий кот рыжий кот одобряет на вот так вот все туда бобы тоже ничего не сливая не хай будет черные белые красота а через полчасика туда еще лучка петрушечки и сыра золо это с этим с пеплом вообще красота кайф мне кажется все таки не составляя не хватает томатной составляющей поэтому у меня вот есть такая техасская салса она со специями и всяких ну тоже всяких трав там лучок петрушечка все такое можно вообще не заморачиваться чисто бобов и вот такой салса бахнуть к фаршу и будет классно главное чтобы дымок был я только что раскрыл грау да пиво мало или много я только что раскрыл главный рецепт это дым и мясо и будет вкусно ладно бахаю салсы салса это хорошо техасская салса в два раза лучше а то и в три вот теперь томатов классно тут если замешать сырка будет вообще бомбезно бомбезно вот тут в принципе из-за того что я бахну целую банку салсы которая была medium такая мне уже нормально но чили без чили нормально надо припудрить у нас было так баночка раза в четыре поменьше и мы половину потратили ну и сольки немножко короче тут все по вкусу надо пробовать советов давать не буду как нравится так и правильно мой сладкий кот тебе нравится чили зато у тебя есть тоннель а у меня есть чили и вот чили приобретает довольно таки однородную консистенцию сейчас пора туда бахнуть лука и других трав у меня стоят чипсы готовые пивчанские кстати можно бахнуть туда немножко для вкуса хорошая пее никому не вредит и все это без крышки готовится у меня на данный момент чтобы вот жидкость выпарилась и потом это заправить сыром перед подачей перед подачей если бы я весь этот котелок сожрал сейчас я бы сейчас весь бахнул сыр замесил чтобы это было густым и тянущимся но я посмотрел соседи у меня нет дома делиться не с кем поэтому сыр бахну позже сейчас я замешаю трав и закрою крышкой буду еще ждать и томиться кстати если бахнут туда чипсов кукурузных они собственно говоря превратятся в кукурузную муку и сделают вот эту массу еще более тянущейся но мне нравится по раздельности мне нравится по раздельности такое smr видео итак чили слопали весь хотя думали оставить завтра на макарошки съели все сегодня лёня почти вылизывал котелок всем понравилось слышал много комплиментов если скажете пару слов на камеру будет очень бомбезно благодарю нет я чокнуться хотел хитрый какой еще пиома запросил я не участвую на пробовать хожу это лучше благодарю очень приятно спасибо да именно так дмитрий вам есть что сказать замечательный чили хорошие немножко хрустит с песком ну да на песке готовились спасибо командор пару слов на камеру можно на память мне спасибо тебе командор за приключения чок это не забирать это было невероятно это был самый запоминающийся момент нашего похода но я очень рад что вам понравилось спасибо ну как как только будут ингредиенты я с удовольствием просто делаю это хорошо это самый вкусный ужин за все походы в которых я участвую большое спасибо мне очень ценно это слышать спасибо